Второй матч мы увидели. Классный, бесспорно. Эту игру, я думаю, многие будут обсуждать. Повторный матч Тимиртау Снежных Барсов. Это все-таки, наверное, исключение из правил. Не всегда лидеры сезона легко и непринужденно побеждают аутсайдеров. Двенадцатая игра Снежных Барсов, конечно, сегодня удивила многих. Первый открыли счет Николай Шульга в первом периоде. С таким результатом команды ушли на первый перерыв, когда Снежные Барсы вели в счете со счетом 1-0. Во втором периоде продав брат старший Николай одну шайбу от Китал. Виталий Шульга, хоккеист Тимиртау, сравнивает счет. Но Двуреченский вновь выводит Снежные Барсы вперед. И второй перерыв команды отправились вновь при результате, когда Снежные Барсы находились впереди. Но, собственно, третий период у нас стал наиболее определяющим. Белотский и Попов. И в итоге Тимиртау впервые в матче ведет в счете. Но Сулейменов и Снежных Барсов сравнивает. Лызин вновь выводит вперед. А Макеев, капитан команды из Нурсултана, вновь делает счет равным 4-4. И в итоге был назначен овертайм, в котором, кстати, победителя выиграть не удалось. Но в серии буллитов Снежные Барсы были просто неудержимы. 3 из 4 своих попыток они реализовали. И, собственно, празднуют победу в сегодняшнем матче. Давно, конечно, Снежные Барсы не побеждали. Более того, давно не забрасывали более одной шайбы. И, собственно, сегодня у них получалось все. Получалось многое. И это была крайняя игра Снежных Барсов на выезде в сезоне. Впереди 6 домашних матчей. После чего сезон для команды этой завершится. Учитывая, что Снежные Барсы последняя команда регулярного чемпионата, конечно же, уже на выход в плей-офф не рассчитывает. Но, собственно, такие игры, конечно, вселяют надежду в этих молодых парней, которые защищают цвета этой команды из столицы. И сегодня, я думаю, провели, безусловно, один из лучших матчей в сезоне. Ну, а Тимиртау, конечно, пытался как-то переломить ход этого неудачного для себя матча. Но все же больше, конечно, было невезение и эмоции Демидо Еремеево после четвертой пропущенной шайбы. Говорит о том, что, конечно, подпортили одному из ведущих в артаре лиги статистику. Заканчивал игру в итоге у Тимиртау Виктор Селиверсов. Ну, и в Снежных Барсах была произведена замена вратаря. Начинал игру Пестов, ну, а заканчивал уже Максим Павленко. Ну, и, собственно, к вратарям молодым Снежных Барсов вопросов, в принципе, то и быть не может. Как могли они сегодня выручали, учитывая, что довольно мощное давление на них было оказано. Но, с другой стороны, вот именно в таких играх и закаляется характер, и закаляется мощь. Ну, и, собственно, проверяется все, на что способны эти молодые парни. И, как мы говорили накануне, что неудивительно будет, если через год, два, три, многие из них будут играть уже в топовых командах, а то и в сборной, в национальной сборной Казахстана. Но, собственно, игра завершилась у нас в серии, после серии буллитов, где Тимиртау, к сожалению, не сумел реализовать ни одного, а Снежные Барсы забросили 3-4, ну, и, собственно, 4-5 победам Снежных Барсов после серии буллитов. Любите хоккей, смотрите хоккей, особенно вот такие классные матчи, и берегите себя. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА